Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Формула «Право» в эфире. А с вами я, Анастасия Брайчева, и сегодня мы обсуждаем тему «Аренда». В гостях у меня сегодня находится в студии Константин Барсуков, заместитель генерального директора Relight недвижимости, и Сергей Канаев, коммерческий директор Нагатина Island. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Тему мы взяли сегодня широко, и на самом деле это такой даже эксперимент, потому что, разумеется, в нашей программе мы говорим о правовой стороне наших жизненных ситуаций и связанных с коммерческими вопросами, и связанных с личными, частными вопросами. И аренду мы сегодня хотим рассмотреть с двух углов, с двух точек зрения. Во-первых, это то, что связано с жилой недвижимостью, то есть найм, сразу нам скажем, сразу озвучим для наших слушателей. И у нас Константин как раз работает в этом секторе, правильно я понимаю, Константин? Но есть и другая сторона вот этой аренды, то, что непосредственно в силу закона именно арендой и называется, договор аренды. Речь идет в настоящий момент о коммерческой недвижимости. В целом, оговорюсь, конечно, арендовать можно не только недвижимость, и, возможно, мы и коснемся этих вопросов, но сегодня все-таки приоритетно у нас будет все, что связано с недвижимым имуществом, то есть с жилым и коммерческим сектором. У нас Сергей как раз занимается именно коммерческой недвижимостью, правильно я понимаю, Сергей? Совершенно верно. Ну вот смотрите, вопросы есть как общие, и есть огромные различия между вот этими двумя моментами. Например, договор социального найма. Вот, Константин, не социального, а коммерческого, потому что социальный найм – это то, что у нас государство заключает, неприватизированные квартиры. Коммерческого найма. Вот скажите, Константин, вот к вам обращается клиент, который хочет либо сдать свое жилье, либо, наоборот, жилье, скажем так, арендовать, хотя по закону это называется нанять, да, или взять в найм. Мы говорим снять. Снять, да. Вот скажите, пожалуйста, их вообще когда-то, ваших клиентов, интересует, в какой форме будет заключен этот договор? Или это вообще никого не интересует? Вы знаете, на самом деле люди уже привыкли, что заключается договор в простой письменной форме. Я давно не слышал никого, ну, таких вопросов, чтобы, там, а пойдем к нотариусу. Потому что договоры коммерческого найма, да, они заключаются, ну, очень часто люди, все сталкиваются, любого человека взять, он знает каких-то знакомых, кто сдавал, кто снимал, и знает, что этот договор заключается в простой письменной форме. А кто предлагает текст этого договора? Вот в вашей работе, да, есть клиенты, в конце концов, один, ваш, другой, и, соответственно, тот, которого подобрали, контрагент. Кто предлагает текст? Да, по сути, как договорятся. Ну, то есть кто-то говорит, да, кто-то из сторон. Если нет, с одной стороны, риелтора, то обычно, ну, риелтор предлагает форму договора, потому что у людей она нет. Бывают ситуации, когда люди говорят, что я хотел бы по своей форме, там, например, сдать, ну, тогда смотрим, но в любом случае договор, это же от слова договориться, поэтому стороны согласовывают эти договоры. А люди читают вот эти договоры? Ну, читают. Читают, да? Читают, читают. То есть не просто подписывают, удалось найти хорошую квартиру в сказочном районе Анастасия, по-разному бывает. За мизерные деньги. Ну, по-разному бывает. Кто-то, не читая, подписывает, кто-то, ну, да, говорят, мы верим вам, вы риелторы, мы вам верим. Кто-то читает, кто-то правит. А если, вот скажите, Константин, а если не вы предлагаете эту форму договора, вы его читаете для вашего клиента? Наши сотрудники читают обязательно. Читают. То есть у вас есть люди, которые в любом случае смотрят предложенную другой стране. Ну, наш юрист должен посмотреть. Должен посмотреть. А скажите, пожалуйста, вот такой момент. Были ли какие-то в вашей практике, ну, проверки, если речь идет о долгосрочном, собственно говоря, найме, да, ни на полгода, ни на год, если человек ищет себе для длительного проживания? Проверка того, имеет ли право сдавать вообще тот, кто эту квартиру сдает? Вообще, я хочу сказать, что проверять нужно на полгода даже, если сдают человек или на год. Дело в том, что, ну, вот особенность рынка именно коммерческого найма такова, что мошенники, они в двух местах, да, принимают участие. Момент первый, это на моменте поиска объекта, это так называемые вот эти вот договоры на оформление. Расскажите, мы сейчас пока у нас, пока мы не дошли до коммерческой недвижимости, Сергей, наверное, не столь интересно, но я думаю, что нашим слушателям очень интересно и вот про мошенничество в том числе, и даже, может быть, в первую очередь. Ну, вот смотрите, есть два момента, когда мошенники активизируются. Момент первый, это на этапе подбора объекта, это так называемые вот эти информационные агентства, да, когда людям предлагают за небольшие смешные деньги, там, типа, 3 тысячи, 5 тысяч рублей. Там базу данных распечатать. Да, мы вам дадим объекты. Вы знаете, странно, вот этот вид мошенничества существует уже, наверное, десяток лет. Больше, мне кажется. Может быть, больше даже, да. Причем в самом начале люди об этом не знали, и там действительно мошенники очень активно себя вели и снимали, ну, такой жирный куш вот с этих людей, которые доверяли. Сейчас об этом знают все, но все равно эти агентства есть. Ну, вот хочу слушателям, соответственно, сказать, что если вам предлагают ставки на риелторские услуги на рынке в московском, они сформированы, они уже сформированы вот почти десяток лет. Если квартиры, мы говорим про эконом-сегмент, там, однокомнатная в районе 30-35 тысяч, двухкомнатная, там, 40-50, трехкомнатная, там, ну, тоже, там, 50-60-70 тысяч, да, если мы про вот этот сегмент рынка говорим, то ставки простые. И с арендатора не берут ничего, если стоимость объекта, ну, где-то до 50-60 тысяч, с арендодателя, вернее, а с арендатора берут 100% одну месячную оплату, да, вот примерно так. Если стоимость объекта уже больше 50-60 тысяч, то уже с арендатора берут где-то 50% суммы, а с арендодателя берут тоже в районе 50%. Сформированы таким образом, что при небольших ценах арендодатель, по сути, оплачивает услуги и своего агента, да, и агента-арендодателя, то есть агенты, как бы, делятся комиссионными пополам. Арендатор оплачивает. А вот скажите, Константин, все-таки, в какой момент, вы говорите, активизируется тогда, когда человек ищет себе объект для найма, да, чтобы снять квартиру? Да, первое – это информационное агентство. Соответственно, если вам предлагают риелторские услуги или какие-то по ценам, типа, мы вам за 5 тысяч предоставим базу объектов, то, скорее всего, этого не будет. Ну, вот с большой, с громадной долей вероятности этого не будет. Тем более, что найти объект вообще не проблема. Сейчас все об этом знают, знают все сайты, на которых агенты специализируются, интернет позволяет. Суть агентской работы – это не найти, да, это вот обеспечить безопасность. А второй момент, в котором активизируются мошенники, это при заключении уже самого договора найма. Именно тогда люди, которые не имеют права сдавать, сдают. И об этом часто публикуют в прессе, да, когда там до десяток людей попадается на одной квартире, когда человек снимает ее, а потом сдает уже под видом собственника эту квартиру, забирает, вот, соответственно, задатки предоплаты, а речь идет о чем? Стандартная опять практика, арендатор что делает? Он вносит сумму за первый месяц и за последний, да, как в качестве залога. Ну, депозит такой, да. То есть, по сути, две суммы месячной аренды может мошенник с одного человека взять. Вот, представь, если он десяток человек. Плюс еще арендатор заплатил риэлторам своему и его, как бы, даже если он есть. Ну, в этих случаях риэлторы, понимаете, как риэлторы отсекают, вот, в какой-то степени этих вот мошенников, потому что определенную проверку проводят. Не все, но вот в целом там нормальные компании, которые члены Московской ассоциации риэлторов, например, они стараются проводить эту проверку. То есть, скажите, Сергей, простите, ради бога, Константин, скажите, пожалуйста, вот если я, к примеру, хочу снять квартиру, прихожу, а тот, кто ее мне сдает, у него нет риэлтора? Ну, бывает такая ситуация, ничего страшного. Но это не является сигналом? Ну, это не является сигналом. В любом случае, есть риэлтор или нет риэлтора, вам, как человеку, который хочет снять жилье, нужно проявить, да, вот эту самую осмотрительность разумную. Вам нужно посмотреть паспорт, вам нужно посмотреть, кто прописан в квартире, да. Ну, вот эта информация, кстати, очень часто никто не берет, а посмотреть хотя бы про восстанавливающие документы, посмотреть, там еще собственники другие есть или нет. Потому что иногда бывает, что были ситуации такие казусные, когда сдавал один собственник, а второй потом приходил и говорил, что я не согласен с тем, что вот эту квартиру сдают. Поэтому должны все собственники подписать, да, договор найма. Поэтому вы, приходя на квартиру и желая ее снять, должны попросить у человека, который сдает паспорт, как минимум посмотреть прописку его, чтобы он был прописан там. Ну, бывает такая ситуация, когда не прописан. Соответственно, помимо паспорта вы берете еще, просите предоставить... Выписку из домовой книги, да? Ну, не обязательно выписку, документы. На собственность выписка вообще шикарно будет. Ее, правда, мало кто делает, ну вот по практике нет такой практики. Нет, но ведь может сложиться такая ситуация, говорю сейчас как юрист, хотя в практике у меня такого не было. Допустим, пришел человек, снял квартиру, заселился туда, а после чего приходит он, живет, допустим, день, неделю, месяц, приходит другой человек и возвращается из отпуска, который там живет, к примеру, да? Говорит, а я тут прописан. Может такое быть. То есть выписку все-таки желательно взять, да? Желательно. Ну, вот вам желательно что сделать? Вам желательно убедиться в том, что, первое, тот, кто сдает квартиру, имеет право это делать, то есть у него есть документы, подтверждающие право собственности. Что это именно он, то есть по паспорту, посмотрите, что нет других собственников, да? Да, второй, ну, соответственно, чтобы он вам документы о собственности на квартиру предоставил. Второй момент, вы должны убедиться, что только он владеет этой квартирой и больше никого. И третье, желательно убедиться, что больше в этой квартире никто не прописан, Потому что человек, который зарегистрирован по месту жительства, имеет право на пребывание в данной квартире. А раз он имеет право на пребывание, соответственно, ваш договор коммерческого найма ущемляет его права, ну, право пользования. Он может быть, соответственно, ну, оспорен, правда, никто в судах это не оспарит, но в целом человек имеет право там жить вместе с вами. Ну вот смотрите, Константин, ведь какая ситуация, если человек себе подыскивает квартиру временную на месяц, два, три, конечно, это, ну, огромная неприятность, если вдруг тебя из этой квартиры начинают быстро выселять. Мало того, что ты же уже оплатил, опять же, услуги риэлтора, если ты ими пользовался, да, и если каждые три месяца их оплачивать, получается, достаточно большая цена, да, чем если один раз на длительный срок. Но в любом случае мы больше обсуждаем тот момент, когда более длительные договоры, да, когда человек планирует по тем или иным причинам пользоваться снятой квартирой, ну, допустим, у него нет личной квартиры или в этом городе рядом с его работой. И, соответственно, он, конечно же, не хочет уже, ну, как сказать, окопавшись в этой квартире, вдруг в какой-то момент получить судебный спор, иск, выселение, приставов, да и просто само по себе неприятность, да. Поэтому в этой ситуации правильно я понимаю, Константин, что вы рекомендуете все-таки эту проверку проводить, а риэлторы ее проводят? Я рекомендую эту проверку проводить в любом случае, по поводу, сразу оговорюсь, по поводу длительных договоров, ну, найма, да, по практике все равно на год заключают. Ну, вот большинство договоров, заключаемых с арендаторами, да, это где-то, ну, там, 12 месяцев. Это самый такой распространенный договор, потому что люди планируют период на год, но не больше. Вот, а проверять нужно в любом случае. Риэлторы, ну, какие-то проверяют, какие-то нет. Ну, как в любой работе, да, есть те, кто относятся ответственно к ней, есть те, кто относятся не очень ответственно. Напомню нашим слушателям, что в эфире «Формула права», мы обсуждаем сегодня вопросы аренды. Сейчас мы пока говорили о, не о социальном, уже второй раз пытаюсь оговориться, да, о коммерческом найме, то есть то, что называется «снять квартиру», потому что здесь речь идет о жилой недвижимости. В дальнейшем сейчас мы выслушаем новости в нашей программе, и мы будем обсуждать коммерческую недвижимость, все, что связано со сложностями, в том числе правовыми, и в первую очередь правовыми именно в этом секторе, ну и проведем определенное сравнение, оставайтесь с нами. Итак, «Формула права» в эфире, с вами Анастасия Брайчева, ведущая. Напомню, что у нас в студии находится Константин Барсуков, заместитель генерального директора Relight недвижимость, и Сергей Канаев, коммерческий директор на Гатина iLand. Мы сегодня обсуждаем вопросы аренды, как в жилом секторе, так и в нежилом, и вот до этого как раз мы в основном с Константином, потому что это его специализация, обсуждали некоторые вопросы, связанные именно с жилыми помещениями и с коммерческим наймом жилых помещений. Хотелось бы перейти и затронуть, естественно, тему коммерческой недвижимости. Здесь у нас специалист Сергей, да, Сергей. Вот скажите, пожалуйста, когда люди обращаются к вам, да, вот с самого начала? Понятно, что вас, как специалиста-риэлтора, в первую очередь интересуют, наверное, параметры того помещения, что человек или организация себе подыскивает, то есть, ну, район, площадь, я не знаю, ремонт, какие-то такие моменты. А вот с точки зрения правовых моментов, как чаще происходит? На длительный срок люди ищут себе аренду или на более короткий? Давайте я немного оговорюсь, я не риэлтор, я представляю именно собственников, арендодателей. О, это важный момент. Да, это важный момент. Брокеры, это вот Константин может проконсультировать. Я скажу с практической точки зрения, да, то есть, все зависит от того, что арендатор ищет. Если арендатор ищет поближе, там, к своим нескольким офисам и не может найти что-то достойного, там, типа класса А, класса Б офиса, то, естественно, он смотрит и вынужден заключать краткосрочные договоры аренды, там, предварительные договоры аренды. Пока ищет себе что-то. Пока ищет. Договоры аренды вообще делятся на три типа. Это предварительный договор аренды, это краткосрочный договор аренды и долгосрочный договор аренды. Но предварительный договор все-таки это не договор аренды, да, он так и есть предварительный. Ну, как правило, да, но есть же... А в будущем стороны собирается заключить уже основной договор аренды, да? И да и нет. Ну, с точки зрения закона, а как их нет? Тогда объяснить интересно. На практике, когда объект уже построен, но еще не получено право собственности, естественно, то заключается предварительно договор аренды на момент до подписания краткосрочного договора аренды. То есть арендатор может сесть и начинать свою работу, несмотря на какие-то там штрафные санкции или боязни. Это на практике. Вот, Сергей, смотрите, я когда готовилась к программе, я посмотрела на сайте высшего арбитражного суда, там сейчас имеется проект по спорам, как раз связанным с арендой, проект постановления. И там один из пунктов, оно пока сразу скажу не принято, оно находится в стадии обсуждения, более того, у этого пункта на память говорю, по-моему, даже два варианта, но один как раз из пунктов вот этого будущего постановления, видимо, будет все-таки посвящен именно такого рода сделкам, которые вы сейчас затронули. И в одном из вариантов высший арбитражный суд говорит о том, что в принципе, если договор аренды заключен на имущество, мы говорим о недвижимом имуществе, которое еще не зарегистрировано, то есть по сути право собственности еще не возникло вроде бы как на оконченный строительством объекта недвижимости, но тем не менее это не влечет недействительности такого договора. То есть в одном из вариантов, по крайней мере сейчас, высший арбитражный суд обсуждает такой момент, что даже на оконченное строительство, но в отношении которого нет каких-то разрешительных, возможно, документов, в результате чего нет свидетельств, к примеру, о право собственности, можно заключить уже не предварительный договор. Краткосрочный. Да, а сам по себе договор аренды. Ну, естественно, краткосрочный, потому что зарегистрировать его невозможно. А давайте нашим слушателям сразу скажем, и, кстати, в этом будет различие, между прочим, между договором найма и договором аренды. Найм, напомню, это в жилищных правотношениях, жилые помещения, аренда это уже все, что не связано с жильем. Так вот, если мы говорим о недвижимом имуществе, договор найма государственной регистрации у нас не подлежит. Мы можем заключить его на любой срок, допустим, на 5 лет, он не более 5 лет, но на любой срок относительный, я говорю. На 5 лет, к примеру, и мы не должны будем идти в Росреестр, как мы раньше называли, в регистрацию, в регистрационный орган, мы не должны будем идти и регистрировать этот договор, он с регистрацией никак не связан и не требует его, в отличие от договора аренды. По договору аренды, если мы принимаем недвижимое имущество, если этот договор заключен на срок год и больше, сразу скажу, именно год и больше, то есть если я с 1 января включительно по 31 декабря заключил договор, он считается заключенным на год и уже нужно идти с ним на государственную регистрацию, иначе он, по сути, будет, в принципе, не заключенным, этот договор, с точки зрения закона. Но, в любом случае, если на год и больше, требуется государственная регистрация, если меньше, как обычно делают люди, на 11 месяцев, да, стандартно заключают, там какие-то круглые берут месяца, лишь бы не было целиком года, и тогда нет уже необходимости обращаться и регистрировать данный договор. О плюсах и минусах регистрации мы еще поговорим, но вот такой вот момент нашим слушателям нужно четко знать и помнить. И, кстати, вот мы сейчас заговорили по поводу, хотя только начали, да, обсуждать коммерческую недвижимость. Я хотел прокомментировать, Анастасия, да, то есть практический вопрос, что делать, если нельзя подписать долгосрочный договор о аренде и зарегистрировать, что делать арендатору, который хочет сидеть от года и больше? Да, вот как раз юристы не совсем всегда говорят то, что нужно арендатору, но на практике, как правило, арендатор, приходя к арендателю, говорит, я хочу у вас сесть на три года, но, к сожалению, вы не можете заключить долгосрочный договор о аренде. Да, заключается краткосрочный договор о аренде, и, как правило, в нем прописывается формулировка, что данный договор подлежит продлению несколько раз, либо подписывается одновременно два или три краткосрочного договора о аренде, только сроки разные. — Ну вот смотрите, кстати, это тоже очень важный момент, раз вы вдвоем у меня сегодня, мы обсуждаем и жилую, и нежилую недвижимость, тоже, между прочим, между договором найма и договором аренды. Разница в чем заключается? Договор найма в силу закона, если до его окончания ни одна из сторон не заявила о том, что она больше не хочет продолжать отношения по договору коммерческого найма, договор считается автоматически продленным на тот же срок. — Либо если в договоре нет фразы, соответственно. — Что это не применяется, да, абсолютно верно. Ну то есть если мы в договоре ничего особенного не прописали, то он у нас может пролонгироваться и не требовать никаких бумажек, в отличие от договора аренды, который сам по себе автоматом никогда у нас никуда не пролонгируется. — Соответственно, если страна хочет иметь либо преимущественное право, да, либо так или иначе застолбить, вот как вы сейчас, Сергей, рассказывали, возможность свою все-таки арендовать не 11 месяцев, а ровно тот срок, который нужен данному арендатору, и в принципе арендодатель на это согласен только при условии подписания краткосрочных договоров, то вот в этой ситуации это обязательно нужно решать сразу в тексте договоров. Ну, либо это преимущественным правом определенным образом прописывается в самом договоре, либо, как сейчас нам Сергей пояснил, либо дополнительные соглашения, либо сами договоры аренды, просто несколько штук подписываются сразу, но на срок вперед. Хотя, честно говоря, сейчас не могу сказать, в чем может возникнуть спор, но я не очень люблю документы, которые составлены не тогда, сильно не тогда, какая дата на них написана, потому что если вдруг, не дай бог, возникнет спор, экспертиза, напомню, может установить. У нас примерный срок изготовления, ну, не во всех случаях, но во многих случаях, изготовления конкретных документов. Хотя, с другой стороны... — Одна минута в микроволновке, и ни один документ не подлежит экспертизе. — Теперь все наши слушатели знают этот секрет. Хотя, с другой стороны, я просто сразу оговорюсь, я этого не люблю, но как бы интуитивно, я не могу сказать, почему нельзя сегодня договориться о том, что я с будущего года на 11 месяцев буду арендовать это помещение. — Ну, я хотел сказать, что здесь один потаенный риск есть, в плане того, что, вот вы говорите, прописать в договоре аренды преимущественно права на продление. Оно будет. — Ну, скажешь, я больше вообще никому не буду сдавать в аренду. — Оно будет, но вопрос, по каким ставкам? — Это тоже можно прописать в договоре? — Нельзя. — Почему же? — Потому что обычно пишется в договорах аренды коммерческой недвижимости, что, да, будет продление договора, но на рыночных условиях. — Ну, можно прописать иначе. — Можно прописать, но не все арендодатели, как правило, пойдут на это. Потому что арендодатель – это что самое главное? Доход. Что произойдет через год, что произойдет через два. Если не будет никакой индексации, не будет никакого роста ставки, то, естественно, конечный итог – это надо продать объект. Его невозможно будет продать по хорошим ценам. — Ну, собственно, именно это возможно, помимо самого факта, что нужно что-то регистрировать, и уже это совсем какой-то официальный вид. — Возможность есть, но я говорю, что это есть риск, надо на это обращать внимание. Если да, видите, что рыночные ставки есть, то лучше, конечно, прописать какие-то условия. Но это опять договоренность сторон. — То есть в любом случае мы сейчас пока такое промежуточное резюме по этому вопросу делаем, что если вы хотите арендовать какую-то коммерческую недвижимость на длительный срок, то в данной ситуации об этом вам нужно и обсуждать, во-первых, с арендодателем и арендатором. Вот этот момент договоренности достигнуть сразу, потому что если арендодатель говорит, что я хочу подписать только краткосрочные договоры, а как Сергей говорит, это достаточно часто все-таки происходит, особенно на сегменте коммерческой недвижимости, потому что все, что год и больше требует государственной регистрации, то в этой ситуации нужно этот момент обсуждать сразу и закладывать тогда в документы, подписываемые сегодня, эти свои договоренности, для того, чтобы потом не оказаться в ситуации, когда вам говорят, что, вы знаете, у вас, конечно, есть преимущественное право на аренду, но мы, к сожалению, вообще, допустим, не собираемся его в ближайшее время сдавать. А потом бегая и доказывая, нашли они арендатора, не нашли, и, собственно, через суд переводить права и обязанности. Мне кажется, что больше будет мороки, а сам факт, что вас выставили вместе с вещами из этого помещения, я думаю, что это уже достаточный факт, чтобы стараться в эту ситуацию не попасть. Кстати, то же самое и касается жилой недвижимости, но там просто речь идет не о фирме, но у человека тоже, наверное, посредине договора найма не хочется оказаться на улице с вещами в ситуации поиска квартиры, особенно, когда ему изначально, допустим, в этом городе негде жить. Поэтому в любом случае договор нужно смотреть, и все свои договоренности устные, как бы симпатичен. Не был тот человек, который ведет с вами переговоры, будь то в отношении квартиры, будь то в отношении коммерческой недвижимости все равно, а коммерческой тем более, все равно нужно обязательно смотреть документы. И все же, Сергей, давайте вот продолжим. Вы говорите, вот уже правильный момент подчеркнули, на который нужно обратить внимание нашим слушателям в случае, если они занимаются подбором, поиском и договоренностями по поводу коммерческой недвижимости. На что еще следует обратить внимание? При поиске, ну смотрите, хотел описать такую ситуацию. Помещение нравится, например, ритейлорская часть, но в холл большой, арендовать нужно маленькую площадь. Что делать? Естественно, там, например, если 300 метров, и арендатор пришел, говорит, я хочу у вас арендовать 50 метров. Как в торговых центрах происходит, когда не обязательно комнаты выделены, арендуются, а просто посередине там, да, у них свои такие временные постройки. И в этой стадии, то, что мы сейчас проговорили, опять же, да, будет заключен краткосрочный договор аренды. Очевидно, потому что его нельзя будет зарегистрировать. Его нельзя будет зарегистрировать по одной простой причине, потому что помещение неделимо. Вот смотрите, на эту тему я как раз хотела тоже нашим слушателям дать пояснение. Это, кстати, может касаться не только жилых помещений, это, кстати, точно не может касаться, наоборот, жилых помещений. Я имею в виду, это может касаться не только именно помещений самих по себе, это может и земельный участок быть, да, допустим. Сразу хочу сказать, что закон не запрещает арендовать часть недвижимого имущества. Допустим, если это земельный участок, к примеру, у вас, ну, условно, есть 10 соток или 10 гектаров, или 10 тысяч гектаров, неважно, условные там 10 соток. И вы хотите только одну эту сотку сдать, вы конкретно договорились с вашим арендатором, в каком месте находится та самая сотка, которую он ему сдает. Но это вовсе не означает, почему я именно землю взяла, там все еще сложнее в плане документов. То есть это не нужно производить межевание, разделение земельного участка, чтобы эта сотка стала отдельным объектом, и только после этого можно ее сдать. Хотя была такая практика в свое время, но сейчас она уже, слава богу, устаканилась, и совершенно четко практика идет, и закон говорит о том, что часть земельного участка и часть вообще объекта можно сдать, если это позволяет самим свойства вот этого объекта. То же самое у нас и в плане помещений, конечно же, не жилых, а вот коммерческих помещений. В жилых тоже такое есть. Ну как жилых, можно сдать что? Ну если у меня долевая собственность, я могу комнату сдать, если определенный порядок пользования. Ну комната, она считается как, вот даже сама комната, если у меня есть право владения комнатой, комната, она же не является отдельным объектом, потому что у них нет ни санузлов, ничего. А тут такой большой спор юридический. Но он спор, да, тонкий, поэтому я не говорю комнатой, если я владею, а вот если я владею долей, я определен. Потому что если комнату, вот раз мы затронули эту тему, да, допустим, комнату. Хорошо, вы комнату как бы можете сдать в аренду, но есть еще коридор, туалет, ванна, кухня. Это долевая собственность. Долевая собственность. Соответственно, я должен разрешение. Я не хочу, чтобы моим санузлом пользовались какие-то чужие люди, к примеру. Нужно его спрашивать или не нужно? Кстати, очень разнообразная практика. Потому что, понятно, что там более, ну, такие персональные все-таки предметы находятся, кухня, санузлы и прочее. Потому что аналогия-то есть другая, которая говорит о том, что, извините, а подъезд, лифт, лестница, это тоже у нас все, и крыша там, подвал тоже в совместной собственности со всеми жильцами. Ну, смотрите, одно дело, общая, ну, как бы-то некая общая собственность такая, которая не является предметом личного использования, да, как санузлы и кухня. Это вот лестничные площадки. А другое дело, когда действительно человек проживает в квартире и пользуется, да, там, о личной гигиене в том числе идет речь. Поэтому, на самом деле, вот, зачастую споры, которые судебно возникают по поводу договоров аренды, вот тут практика действительно есть. Что оспаривается сдача комнаты соседями. То есть, я сдаю комнату, а вот сосед оспаривает, что я сдаю очень много. Но на самом деле это все такое, знаете, как большинство у нас решается все-таки не в правовом поле этих вопросов. Константин, мы продолжим обязательно тему. Напомню нашим слушателям, что мы говорили о возможности сдачи в аренду части объекта. В эфире «Формула права». Мы сейчас выслушаем новости, вернемся к обсуждению этого вопроса. Итак, «Формула права» в эфире. С вами я, Анастасия Ибрайчева. Обсуждаем сегодня вопросы, связанные с арендой. У меня в студии находятся гости. Константин Барсуков, заместитель генерального директора Relight недвижимость. И Сергей Канаев, коммерческий директор Нагатина iLand. И до того, как мы сейчас послушали новости, мы обсуждали вопрос о возможности сдачи части помещения. Причем изначально мы от коммерческой недвижимости перешли даже в жилую. Можно ли сдать часть? И если в отношении коммерческой недвижимости мы как-то достаточно четко нашим слушателям сообщили, я думаю, что вместе с Сергеем единодушно, что можно эту любую часть сдать, главное, чтобы в самом договоре было абсолютно безобилизационно прописано, где находится эта часть. Например, четко выделены границы на плане БТИ, очерчены, чтобы с договора и из всех приложений следовало, что стороны четко договорились, какой же кусок от помещения, от земельного участка, от чего-то еще, какой же кусок арендатор берет в аренду. То в отношении как раз жилой недвижимости, о чем мы с Константином уже говорили, здесь некоторые споры. Все-таки я, например, стою на позиции, и, кстати, вас в этом плане поддерживаю, что комнату и тем более долю, даже с определенным порядком пользования, можно сдать только в том случае, если на это согласен другой со-собственник или другой собственник комнаты. Я вот, знаете, как в качестве совета, вот, ну, комнаты достаточно такой частый товар, да, под аренду. Ну, просто вот в качестве совета рекомендую всем, кто хочет комнату снять, все-таки пообщаться с соседями. Если есть ситуация такая, когда сдают, не давая возможности пообщаться с соседями, ну, задумайтесь, вам, вы все-таки жить будете с этими людьми в любом случае, вам их нужно видеть хотя бы, не факт, что они будут с вами спорить, но, может быть, вы поймете, что вы не хотите с этими людьми жить вместе. Вы будете пользоваться вынужденно, да, вот тут самая такая вещь, вы вынужденно будете пользоваться с ними местами общего пользования, такими, как кухня и санузлы. Это вынужденное соседство, поэтому нужно обязательно с ними. А в итоге может быть конфликт, когда сдают действительно. Бывают же ситуации таких, когда соседи просто, ну, пакости делают друг другу. Ну, вот у меня плохие отношения с соседами, я возьму свою. Я не дам ее. Нет, я вот не живу в комнате, я возьму, сдам ее десяти таджикам. Пусть потом мучается. Но тут есть некоторые определенные споры. Вот смотрите, предположим, кто-то, как вы образно выразились, сдал или не образно в каких-то ситуациях, я знаю, что такие тоже бывают. Кстати, вот, Константин, чуть попозже обязательно хочу расспросить у вас по поводу такого рода мошенничества, когда приходит замечательная семейная пара, ну, если мы говорим о Москве, к примеру, москвичи, вот там, молодые, немолодые, неважно, будем сейчас арендовать вашу квартиру. Все замечательно, вроде люди договариваются, через неделю или через месяц собственник решил проверить, как используется данная квартира, и видит там просто многоярусные кровати, скажем так, и вот тех самых десяти таджиках на каждом квадратном метре, да. Но я не говорю о национальности, но, к сожалению, это такие факты имели место быть, да. Когда под видом одних людей, которых арендодатель больше хочет видеть в качестве арендатора, да, в итоге выступали совершенно другие люди и рождало это определенные роды конфликтов. Но, тем не менее, поговорим об этом чуть позже. Давайте вернемся вот к моменту о том, что, конечно, с соседями нужно знакомиться, если мы говорим о жилом помещении. Я думаю, что это рекомендация правильная не только с точки зрения закона. Мне кажется, что с нежилыми тоже, вот, может, Сергей подскажет, может, у нежилых тоже с соседями надо как-то... Ну, у нежилых там все жёстче, да, наверное. Я вот просто слушаю вас, коллеги, абсолютно то же самое в коммерческой недвижимости. То же самое и с соседями надо знакомиться, то же самое и места общего пользования. Просто приведу пример, да, к сожалению, наше законодательство не так хорошо развито, да, то есть есть жилищный кодекс, замечательно, но нет коммерческого кодекса, да, то есть нет кодекса по коммерческой недвижимости. Есть договор аренды, глава гражданского. Приведу пример. Бизнес-центр владеет один собственником. Супер, хорошо. Там договор аренды, там единый собственник. А что вы будете делать, если несколько собственников в здании? Какой договор аренды вы будете заключать? А что делать с местами общего пользования? А что делать с эксплуатацией и так далее? То есть вопросов очень много. И тогда на выручку, к сожалению, пока идет жилищный кодекс. То же самое. В аналогии применяется? Да, потому что высший арбитражный суд именно трактирует то, что надо придерживаться жилищного кодексу. В принципе, да, аналогии нужно. Вот пример. Договор аренды. Я хочу поставить вендинговый автомат. Места общего пользования. Собственников зданий несколько. Что нужно делать? Получить согласие. Да, так же, как и в жилом доме. Нужно получить согласие, разрешение. То есть только после этого можно заключить договор аренды. Ну, смотрите, здесь еще какая история. Если мы говорим о помещениях и о коммерческой недвижимости, там, допустим, офисном торговом центре, здесь может быть два варианта. Либо несколько собственников владеют в долях, и здесь все очень сильно однозначно. Любой договор аренды с любой комнатой нужно, все эти собственники совместно должны заключать. Либо владеют отдельными помещениями одни лица, допустим, в чьей собственности находятся коридоры, санузлы и прочие другие лица. И здесь вот эти моменты тоже должны быть урегулированы. У меня в руках были такие договоры, когда как раз у собственника было несколько помещений в здании, это было офисное здание, а все остальное начинает от лестниц, лифтов, санузлов и прочего. И вот это был крючок, на котором этого собственника, по сути, собственника, у него действительно в собственности было, но его держали владельцы вот этих вот общих помещений, потому что, очевидно, с ним нужно было заключать договор, на уход, уборку, одно, другое, третье и так далее. Какие-то моменты, в принципе, на пользование всем этим. Здесь, наверное, более эксклюзивные бывают ситуации, потому что не всегда одна ситуация на другую похожа в таких моментах. Я хочу откомментировать в плане того, что когда собственник покупает помещение, он должен задуматься, а что делать с местом общего пользования. Что он будет потом делать, когда он уходит. И когда он получает право собственности на свои помещения, он по закону получает долю в общем имуществе. Абсолютно правильно, но здесь нередко эти вопросы в суд потом выходят, для того, чтобы признать. Также бывает, кстати, в многоквартирных домах, когда признаются доли за теми, кто является собственником квартир и так далее. Ну, разного рода спор. Здесь просто рекомендации можно дать арендаторам, то есть когда они приходят на объект, то лучше проверить, кто является собственником. Есть ли несколько собственников или это один. Если это несколько собственников, то сказать, что, ребята, а что у вас местами общего пользования? Покажите нам протокол собственников. Только после этого уже можно успокоиться и дальше двигаться. И вот смотрите, давайте вернемся с вами, Сергей, к тому вопросу, когда заключается договор на длительный срок или на более короткий. Мы обсудили, что на более короткий срок часто заключается даже тогда, когда в целом стороны хотят, чтобы у них были долгие правоотношения по аренде, но при этом по тем или иным причинам, как правило, по инициативе арендодателя, договор заключается короткий, который не несется в государственную регистрацию и так далее. А вот, допустим, все-таки длительные договоры в вашей практике часто заключаются? Очень часто, особенно у международных компаний, да, то есть арендаторы, международники, они, как правило, не покупают, а именно арендуют, они приходят и, как правило, нанимают брокеров, консультантов, которые представляют их интерес, называемый ТНРЭП. И тогда уже две стороны начинают читать договоры, вычитывать, и, как правило, это от трех до, бывает, до десяти лет. Международная практика, к сожалению, у нас она пока не применима, это до 20 лет, до 25 лет. Это крупные корпорации, если арендуют большие площади. Им нужна в этом плане стабильность, да? Да, им нужна стабильность. А что делает арендодатель тогда вот с этими рыночными ценами? Прописывается в договоре аренды же все условия. Прописывается ставка, прописывается индексация, либо это, если это международный арендатор, то обычно приписывает индекс API, да, consumer price индекс, это европейский, либо нью-йоркский индекс. Либо придерживается, пишет, что ежегодная индексация 5-7%. Опять же, валютные риски покрываются, ставятся в договоре, а валюта прописывается, что оплата будет в рублях по такому-то курсу. То есть в договоре должно быть жестко отражено в любом случае? Понятно, что договоренности у каждой стороны свои. Но все условия коммерческие должны жестко быть определены. Но, а в любом случае, когда мы смотрим договор, я думаю, что к жилому помещению тоже применимо. Просто реже это делают, да, наверное, стороны посмотрели. Ну, договорились там на 10 рублей в месяц, условных 10 рублей. Ну, написано 10 рублей. И слава богу, да, вроде как заключили договор. Но, тем не менее, конечно, когда речь идет о больших платежах, больших площадях и, собственно говоря, о долгосрочных отношениях, здесь действительно вычитывают юристы, вычитывают уже каждую букву вот этого договора, каждую букву, не написанную в договоре, соответственно, с применимым правом. Кстати, если корпорации иностранные применяют, естественно, российское, да, право? Если она зарегистрирована в России, то российское. Если это все-таки какая-то компания западная, не зарегистрирована в российском, то, как правило, они настаивают на английском праве. Понятно. А суды какие тоже хотят, чтобы английский рассыл? Тоже английский. Поэтому здесь идет противостояние арендаторов и арендодателей, очень жесткое. Но арендаторы, арендодатели... Это зависит, кто в ком заинтересован больше, да? Арендодатели, да, как правило, 80% больше выигрывают. Все-таки наш объект Российской Федерации заключается с нами на российском праве. Ну, понятно, что, если мы, кстати, затронули этот момент, что стороны, в принципе, могут договориться в любом договоре, это не касается аренды о применимом праве. Если вдруг такой оговорки не содержатся в самом договоре, то в этой ситуации есть уже определенные правила, которые один за другим действуют, в том числе место исполнения этого договора. Возвращаясь к договору аренды, все-таки место исполнения это Российская Федерация ввиду нахождения здесь имущества. Но это не мешает сторонам при этом прописать любое другое право при их желании. Просто вопрос возникает тогда. Мы сегодня обсуждаем некие правовые моменты. Конечно, мы не касаемся прав других государств, в том числе английского, потому что здесь еще какая сложность. Как только у нас идет такая оговорка, у нас идет наверняка арбитражная оговорка, так называемая, о том, что если любой спор, который возникает по этому договору, он должен рассматриваться в каком-то конкретном суде. Я боюсь, что это вряд ли суд арбитражный города Москвы. Скорее всего, это лондонский какой-то суд, либо другой страны четко указанный, но уже который действует не с нашими законами, а с законами того государства, которое в этом договоре описано. И арендодатели всеми путями избегают таких договоров. Потому что это достаточно сложно. Мы прекрасно понимаем, что если у нас есть необходимость по той или иной причине, а все-таки за 10-20 лет такая необходимость теоретически может возникнуть. А уж в России, мне кажется, шансы этого всегда высоки. Тем не менее, судиться в другой стороне это всегда как минимум очень накладно. И главное, что в отличие от российского права, где есть больше и проще возможности пойти, проконсультироваться, получить и консультации, и правовую помощь. Получить правовую помощь, конечно, на другой стороне, это, наверное, целая проблема определенная. Только в достаточно крупном бизнесе это перестает быть проблемой. Но все-таки возвращаемся от вопросов применимого права. Обсуждаем сегодня все, что связано с договорами аренды. И у меня вот такой вопрос, Сергей, к вам. Буквально кратенько. А с торгами сталкивались? С заключением, с торгами на право аренды помещения? На нашем объекте мы сталкивались со всем. В том числе и торги, аукционы, так называемые. То есть, ну, проводят аукционы обычно, как и все. Так же, как и московский муниципалитет. Правительство Москвы проводило несколько аукционов. Достаточно интересно. То есть, практика, она неприменима еще настолько широко, как это хотелось бы. Но, тем не менее, есть такие договоры аренды. Которые именно по результатам торгов? По результатам торгов. Кто больше выиграл в ставке, то заключается. И, как правило, такие договора долгосрочные. И они идут на регистрацию. А вот скажите, пожалуйста, долгосрочный договор-то хорошо. А если второй раз уже закончился срок, который был описан, и будет неким образом, не обсуждая каким правовым образом, но будет продляться этот договор. Нужны вторые торги? Или все-таки применяется? Ну, там уже на усмотрение арендодателя. То есть, прописываете это в договоре сразу, что по итогам, по окончании этого договора… Я не думаю, что это будет интересно арендодателю проводить торги. Просто в договоре будут стандартные фразы, что да, имеет право продления на обычных рыночных условиях. Понятно. Итак, я напомню, что формула права в эфире. Мы обсуждаем сегодня вопросы, связанные с арендой. Причем арендой как жилой, так и нежилой недвижимости. У меня в гостях находится Константин Бурсуков, заместитель генерального директора Relight недвижимости. Специалист именно в области найма жилой недвижимости. И Сергей Канаев, коммерческий директор Нагатина Айленд. Как раз с ним мы обсуждаем вопрос коммерческой недвижимости. Сейчас в нашей программе мы выслушаем новости и обязательно вернемся к обсуждению наших вопросов. Итак, формула права в прямом эфире. Я переговорю эту фразу. Итак, формула права в эфире. Мы обсуждаем сегодня вопросы недвижимости и ее аренды. С вами я, Анастасия Брайчева, ведущая. И со мной в студии находятся Константин Бурсуков и Сергей Канаев. Мы с двух сторон обсуждаем все, что связано с арендой, как жилой, так и нежилой недвижимости. И вот у меня к Сергею вопрос. Мы сегодня с Константином уже обсудили, что на как раз почве, на ниве коммерческого найма достаточно есть известные способы мошенничества. То есть каким образом обманывают людей. А вот связанное с коммерческой недвижимостью. Есть какие-то моменты? И доводилось ли вам с этим сталкиваться? Или может вы просто нашим слушателям поведаете об этом, чтобы понимать, где можно ожидать таких подводных камней? Ну, с коммерческой точки зрения немножко попроще, потому что все-таки, когда заключаешь договор аренды, привлекаешь юристов. Если это долгосрочный договор аренды, то есть обязательно проверяют арендодателя, проверяют, кто собственник данных помещения, кадастровый паспорт. Более жесткая проверка идет. И договоры более жесткие. То есть бывают, некоторые договоры аренды занимают по 200 страниц. То есть можете себе представить объем. Если же это краткосрочные договора, ну здесь, как правило, риски большего арендатора. Почему? Потому что он, да, он заключает краткосрочный договор, это сразу должно предостеречь его, что что-то здесь не так. Очень многие арендодатели пользуются этим, потому что, если кого-то они захотели убрать, например, салон красоты со своего объекта и не знают, кого посадить, они подписывают краткосрочный договор аренды. Но не факт, что арендатор будет сидеть три года. То есть через год, может быть, так и случится, что вы говорили в начале передачи, что да, пошли бы вы отсюда куда-нибудь подальше, потому что у нас есть свой арендатор. Вот так это может быть. Ну вот смотрите, а здесь просто хочу с одной стороны откомментировать. Вы как практик, да, сейчас скажете, а я скажу как юрист. Но, к сожалению, юридические моменты далеко не всегда могут, по сути, помочь людям, оказавшимся в такой ситуации. Потому что, предположим, вот та ситуация, которую вы сейчас описали, кстати, от этого застрахованы люди, которые снимают квартиру, потому что, мы уже обсуждали сегодня, договор коммерческого найма, он автоматом продляется до тех пор, пока кто-то не заявит о том, что все, баста, я не хочу либо арендовать, либо, ну, соответственно, нанимать, либо сдавать в найм эту недвижимость. В отличие от коммерческой недвижимости, здесь какая ситуация? Истекает договор аренды, если стороны при его заключении, особенно если, естественно, краткосрочный договор, не предусмотрели каких-то возможностей его пролонгаться. С одной стороны, в силу закона арендатор имеет преимущественное право аренды, но, с другой стороны, ему арендодатель может сказать, я не буду сдавать, там, сам хочу, сам нуждаюсь в этом помещении, хочу сюда, там, свою службу разместить, сдавать в аренду не буду. Все, поэтому мы договор не подписываем. Предположим, он наврал, предположим, он сдал в аренду тому же своему арендатору, которому решил сдать, почему он предыдущего арендатора, по сути, выгнал. И мы это обнаруживаем. Что мы можем с этим сделать? Мы можем подать иск в арбитражный суд. И судиться в арбитражном суде. Сколько мы будем там судиться? Ну, срок два месяца, но срок далеко не всегда возможно отсудиться. Плюс еще месяц на обжалование апелляции, на подачу, точнее, жалобы, плюс еще на рассмотрение какой-то период времени. Плюс затраты и так далее. Плюс затраты, ну, то есть я так плюс-минус километра посчитала, это у нас там три месяца, это оптимистично почти невозможный срок, четыре месяца плюс-минус может быть реальным, а вообще, может быть, и больше. Очевидно, что если вы уже там не арендуете помещение, должно быть какой-то грандиозный интерес к этому помещению, чтобы пройти всю эту процедуру. Дело еще выиграть надо. Может быть, Сергей поправит. Я думаю, что подобные процессы возникают только в тех ситуациях, когда речь идет не о получении этого помещения в аренду, ну, если оно неинтересно, конечно, супер какое-то, да, а, скорее всего, о компенсациях речь идет, если в договоре прописаны какие-то штрафные санкции в случае нарушения. Да и по закону, да, штрафные санкции должны быть, если меня лишили преимущественного права аренды, я понес определенные расходы, соответственно, я эти расходы могу попытаться компенсировать. Убытки? Да, убытки, вот эти все компенсируй. То есть, если сумма интересная, то, скорее всего, именно тогда возникает. То есть, это должен быть или очень интересный объект, на который я могу потом, да, зайти, и он мне дает какой-то доход, либо это какие-то денежные суммы, которые я могу получить. Ну, или там, может быть, какие-то другие интересы, может быть давление на собственника, я не знаю, да, вот только в этих случаях судиться кто-то будет, мне кажется. Смотрите, Константин, вы сейчас говорите вещи, о которых, кстати, что-то не в каждой программе мы говорим, да, о том, что когда речь идет о заключении договора, неважно, мы об этом говорили, когда обсуждали банки, как кредит получить, да, в общем, в любой тематике. И сегодня, говоря об аренде, то же самое. Когда речь идет о заключении договора, когда речь идет о тексте этого договора, и стороны обсуждают, какой это должен быть текст, нужно всегда про себя думать, как я буду судиться, если мои права будут здесь, или здесь, или здесь, или здесь нарушены. Либо никак судиться, если мы говорим о небольших суммах денег, скорее всего, каким образом я буду выходить из данной ситуации, если вот это случится. То есть подстраховку какую-то, вы правильно говорите, нужно держать. Но то, что вы сейчас сказали, допустим, штрафные санклины, они же для этого должны быть прописаны в договоре. Должны быть прописаны в договоре. Смотрите, я скажу просто из практики. Как правило, кто торгуется? Кто торгуется, маленькие компании не будут торговать. Краткосрочный договор закончил, ну, выкинули их, выкинули. Если это крупная компания, то она всегда себя подстрахует. Всегда будет позади краткосрочный договор аренды некий предварительный договор аренды. В любом случае. Он будет содержать в себе два договора. И краткосрочный договор, и долгосрочный договор аренды. Пока не подписан долгосрочный договор аренды, действует краткосрочный договор и предварительный договор аренды. Здесь правовое поле юридическое есть. В любом случае, если краткосрочный договор закончился, а у нас еще действует предварительный и незакрытый долгосрочный договор, то не выкинешь. Поэтому, как правило, трение между арендодателем и арендатором происходит срочный договор аренды между маленькими компаниями. Но им невыгодно. В любом случае, они понимают, что юридически они не выиграют этот процесс. Ну вот смотрите, здесь какой момент, Сергей. Мы как раз сегодня говорим в эфире и рассказываем нашим слушателям, на что обратить внимание. Я думаю, что в большинстве ситуаций это будет полезно, если говоря о коммерческой недвижимости, именно владельцам небольшого бизнеса. Почему? Потому что в большом бизнесе, наверное, юрист или команда юристов будет заниматься такого рода договорами. И в том числе я видела, и я правила, и занималась договорами, которые состояли из 8 приложений, вдобавок, каждый из которых от 50 до 80 листов, а сам договор 200, как вы сказали. Тут понятно, что мы сейчас в рамках эфира не расскажем все тонкости, которые мы там могли увидеть или, может быть, не могли увидеть, но тем не менее. Есть определенные какие-то базисные моменты, которые нужно знать, я думаю, всем слушателям, которые с этим сталкиваются. Вне зависимости от того, столкнулись они с этим в связи с тем, что сами хотят сдать или снять квартиру, или столкнулись с тем, что для их бизнеса, небольшого бизнеса понадобилась площадь, или стоит вопрос о сдаче таких площадей в аренду. Поэтому вот эти все моменты, на которые нужно обратить внимание людям, заключающим, неважно с какой стороны договор, я думаю, что мы озвучим. И у нас уже не так много времени осталось эфира. Мне бы хотелось подвести потихоньку резюме. Можно рекомендацию просто скажу арендатору по поводу таких ситуаций. Прежде всего, найти общий язык с арендодателем. В любом случае, неважно, что прописано в договоре, вам жить, взаимосвязывать между собой. И, как правило, арендодатель не заинтересован выкидывать, если все-таки арендатор хороший. Найдется компромисс. Это и показал нам кризис, когда многие арендаторы приходили к арендодателям, просили скидку, либо мы съедем, находили общий язык, переподписывали условия, ну и так далее. И второй момент, да, нужно посмотреть на некие нюансы в договорах аренды. Если это даже краткосрочный договор, имеется отписка, что это по рыночным условиям, всегда можно пригласить консультанта, оценщика, независимого, согласия сторон, и найти некие условия, которые устраивают всех. Вот вам и решение. Ну, Сергей правильно сказал, это и к жилью относятся тоже. На самом деле все конфликты возникают всегда, когда, ну вот, то есть вот эти разночнения и ругань, и выселение возникает тогда, когда одну сторону не устраивает другая сторона, то есть какой-то конфликт когда пошел. Если конфликта нет, люди всегда договорятся, и не будут они ругаться, не будут судиться, не будут их выселять насильно, не будут они насильно оставаться в квартире, ну там, да, или в помещении, если мы про коммерческое говорим. То есть, а вот когда конфликт пошел, тогда да, тогда уже начинается. То есть, а вот в случае жилой недвижимости нам нужно сразу проверить, это все-таки я к резюме возвращаюсь, но и к тому, что вы сейчас, Константин, сказали, нам нужно сразу проверить, что у нас старт нормальный. То есть мы заключили договор с тем, кто является собственником, либо со всеми собственниками, ни в коем случае не с одним из них. Если один из них, то тогда с нотариальной доверенностью. Желательно с нотариальной, потому что на коленке можно понять все, что угодно, написать, любую печать поставить, да? Поэтому с нотариальной доверенностью от других собственников. Либо в присутствии других собственников, либо тогда уже не заключать договор. В присутствии с ними, да, чтобы подпись была. Да. Дальше мы смотрим, есть ли у нас проживающие там люди по желательно, в идеальном варианте по выписке из домовой книги. То есть мы смотрим, что у нас там нет людей, которые тоже прописаны, которые уехали в отпуск, от этого квартиры сдают, потому что у них конфликт, и хотят им насолить. К примеру. То есть мы посмотрели определенные какие-то моменты, которые каждый человек даже сам может проверить. Если есть время, хотя его редко обычно бывает, то можно получить выписку из Единого государства Реестр права, чтобы подтверждение, что данный сочинник является в собственной комиссии. Кстати, сейчас, между прочим, чуть-чуть перебилось, сейчас Росреестр и Палаты, они стали ставить обратно штампики погашены. А был момент, когда штампики погашены на предыдущих свидетельствах не ставили. И, соответственно, что получалось? Человек приходил, допустим, один продал другому квартиру, сдал свидетельство, получил обратно на руки те же самые свидетельства. У одного оригиналы, и у другого оригиналы. И вот эти ситуации, эти свидетельства, они сейчас в больших количествах существуют. Только сейчас опять я просто уже по делам вижу, не могу сказать, с какого срока, потому что я не регистратор, но вижу, что стали ставить эти штампики. И, кстати, это вполне может касаться и коммерческой недвижимости тоже. Прошел уже переход права собственности, а под старым свидетельством вам пытаются что-то сдать. Да, бывают ошибки на одной площади, получают два свидетельства. На разные лица? На разные лица. Ну, в любом случае... К сожалению, делают такие ошибки. Тут есть еще один момент, который, наверное, в коммерческой недвижимости тоже действует, я думаю, потому что очень много пересечений. На самом деле, люди еще должны друг другу нравиться. Когда человек банально относится к этому, как к некому бизнесу, мне блевать, я буду сдавать кому угодно, бывают такие ситуации, тогда его действительно все устраивает. И там 10 вот тех самых пресловых таджиков могут жить. И коттеджи, когда задаются на 60, на 100 человек, за какое-то место берутся. Бизнес и бизнес. Он не будет ни с кем спориться, судиться. Он выгонит, если надо, и все. А если речь идет не о бизнесе, а о каком-то, ну вот, в том числе и человеческом, каком-то отношении, то люди должны друг другу понравиться. Поэтому происходит всегда какой-то... Вот в жилье всегда происходит такой момент. Коммерческий собственник не всегда видит того, кто снимает. А вот в жилье это практика. Если только собственник не за границей, то в любом случае его представитель или тот, кто компания, которая на доверительном управлении держит, в любом случае ее представитель, он обязательно посмотрит на человека, который будет снимать. Ну правильно, потому что он потом вернет жилье, у которого нет обоев, мебели разрушены, техники. Мне, знаете, вот типа нравится, не нравятся мне эти люди. И к этому нужно внимательно относиться. Если люди не нравятся, то не нужно из-за этого стесняться и там отказывать и говорить, нет, к сожалению, вам я сдать не хочу. Ну, не хочу сдавать еще. В конце концов нет у нас обязательства, ни в коммерческой, ни в некоммерческой. Это не оферта публичная. Вы на год в любом случае во взаимоотношении с людьми встаете, на год. И еще один момент, собственникам всегда рекомендую, все как-то к этому так относятся, застрахуйте хотя бы гражданскую ответственность. Это недорого стоит, там несколько тысяч рублей. Бог с ним, ладно, вы в квартире мебели не застраховали, бывает, но гражданскую ответственность перед соседями застрахуются. Не дай бог, зальют. И совсем не дай бог пожар. Нести в первую очередь будет ответственность собственник. Это он потом к арендаторам может предъявлять какие-то иски. Бегать их искать. Бегать их искать. Поэтому застрахуйте гражданскую ответственность. Это недорого стоит. А вот скажите, Сергей, буквально у нас прямо осталось полтора минуты, но мне интересно, а в коммерческой недвижимости страхование все-таки распространено в этом плане? Распространено еще как. Но, как правило, это делают арендодатели. То есть ставку эксплуатации или ставку аренды. Включена вот от страхов. В какую-то переменную ставку постоянно. Конечно, потому что это обязательно. Арендодатель сталкивается не только с одним человеком. Это все-таки разные компании. Это большие площади. Но, опять же, могу сказать, что и бывают такие же практики, так, в шутку, что арендатор снял помещение, и вместо 10 человек село 100. И что делать? Что делать? Вот тут уже... А в договоре, кстати, еще редко прописывается. Это другая тема разговора со стороны арендодателя. Что же делать в такой ситуации? Сколько... Ну, вот на самом деле... Иногда прописывают. Иногда... Нет. Я в коммерческой видел, на самом деле... В нами это всегда прописывают в силу догона. Кто проживает, да. Что делать? Ну, так, отступление от темы. Да, в договорах есть технические условия. Есть эксплуатационная ответственность. То есть невозможно на 10 метров... Обеспечить водой, санузлами... Воздухом тем более. То есть есть технические условия, которые нужно соблюдать. Проходит проверка данных помещений. Находится нарушение. Составляется акт. Надо их исправлять. Итак, я напоминаю, что в эфире была «Формула права». С вами была я, Анастасия Ибрайчева. Мы сегодня обсуждали с гостями в студии. Вопросы аренды обсудили, как всегда, достаточно мало. Я вообще понимаю, что времени всегда не хватает. Все время есть какие-то нюансы, которые мы не успели озвучить. Со мной в студии сегодня были гости Сергей Канаев, коммерческий директор Нагатина Айленд, Константин Барсуков, заместитель генерального директора Релайт Недвижимость. Спасибо вам огромное за участие. Спасибо за то, что нашим слушателям хотя бы некоторые нюансы мы успели озвучить. Слушайте нашу программу каждый четверг с 11 до 12 часов. Спасибо вам. Спасибо, что пригласили. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok